Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим подводную реку на дне моря, климатический обзор за неделю, как парикмахер начал прививать интерес к чтению у детей, птицы, прекрасные тренера куча людей в построении созидательного общества. В прошлом выпуске мы рассказывали про реку в Атлантическом океане, не милеющую ни в какую засуху, теплое течение гольфстрима. Подобные реки встречаются и в других местах планеты. Так, в результате соединения более соленой воды из Мраморного моря с Черным, несколько тысячелетий назад образовалась крупная подводная река длиной 60 км, шириной 1 км и глубиной до 35 метров. Воды реки и моря разделяют разный уровень солености, а также разность температур. Река холоднее. Беря начало со стороны пролива Босфор, река протекает по дну Черного моря вдоль Турецкого берега. Как и наземные реки, эта река имеет водопады, пороги и водовороты. Причем вода в них закручивается, в отличие от всего Северного полушария, от часовой стрелки. Всестороннее изучение Черноморской подводной реки в 2010 году дает все основания предполагать, что она не единственная в своем роде и что ученым еще предстоят открытия подобных ей рек. Уважаемые зрители, если вам известны подобные реки, которые встречаются в природе, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. 28 октября Турция У города Адана прошел торнадо Сирия В городе Дейр-Эс-Зор прошла песчаная буря Аргентина В провинции Ла Пампа пронесся смерч США На город Дулут, штата Миннесота, обрушились шторм и снегопад. Тысячи домов оказались обесточены. В течение дня на планете было сфиксировано 301 землетрясение. Из них 57 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6. 29 октября Россия В городе Магадан из-за ливней и обильного снегопада затопила улицы. Колумбия В муниципалитете Фундальсон, провинции Магдарена, произошло наводнение. Бразилия Лесные пожары, начавшиеся 10 октября 2017 года, уничтожили 65 тысяч гектаров национального парка Шапада-Дус-Виадейрус, Парагвай. В муниципалитете Сан-Рафаэль-де-Парано в результате мощного шквала разрушены здания. Чили В Камоне-Наталос, в области Могальяна с Ила-Антарктика-Челена, возник паводок. Гондурас В городе Копика сошел оползень. Сальвадор Циклон Сельма, принеся проливные дожди, вызвал наводнение. Индия В штате Тамилнат ливни вызвали наводнение. В течение двух дней выпало 400 мм осадков. Индонезия В районе Кисугихан возник паводок. В течение дня на планете было зафиксировано 292 землетрясения. Из них 42 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 30 октября Ирак На севере страны прошла песчаная буря. Россия В городе Сочи из-за сильного дождя затоплены улицы. В республике Дагестан в селе Бедюк Агульского района сильный ветер со скоростью до 25 м в секунду повредил 11 зданий. В городе Саратов в результате ливня подтоплены улицы. Украина В 10 областях страны из-за гроз со шквалистым ветром обесточено 389 населенных пунктов. США Шторм на северо-востоке США привел к наводнениям, а также оставил полтора миллиона зданий без электричества. Канада Шторм с обильными ливнями обрушился на город Оттава и Готино. В провинции Квебек в результате шквалистого ветра 200 тысяч жителей остались без электричества. Аргентина В провинции Буэнос-Айрес в результате сильного ветра разрушены здания. Малайзия В городе Куала-Лумпур в результате сильного ливня подтопило улицы. В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений. Из них 58 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. Отец двоих детей парикмахер Кортни Холмс из штата Айова США решил поддержать юных учеников, которые только учатся читать. Он бесплатно стрижет ребятишек, которые, выбрав одну из предложенных книг, согласны читать ее вслух во время стрижки, а затем обсудить прочитанное. Если детям пока еще трудно читать, Кортни терпеливо им помогает, объясняя, о чем идет речь в книге. Постепенно к парикмахеру начали выстраиваться очереди из детей, желающих почитать и постричься. Пример Кортни вдохновил его коллегу Райана Гриффина. Он также бесплатно стрижет детей, а те, в свою очередь, с радостью читают вслух. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей Исконной Шамбалы. Часть 1. Хорошая мысль и хорошее дело порождают цепную реакцию добрых мыслей и добрых дел». 31 октября С 30 октября 2017 года на Европу обрушился шторм Гервард. Пронесясь по северо-востоку Германии со скоростью до 41 метра в секунду, циклон привел к штормовому нагону на реках Эльба и Везер, что привело к наводнениям. В Чехии ураган оставил тысячи жителей без электроэнергии. В Польше – затопленными улицы городов. Потеряв силу, циклон прошел по России и Индонезии. В провинции Западная Ява из-за схода оползла пострадали 4 человека. В восточной части страны от землетрясения магнитудой 6,3 и последующих афтершоков были разрушены здания. Россия. Сильные снегопады прошли на курортах в городе Сочи. В районе Красной Поляны сошел оползень. Аргентина. В провинции Кордова в результате градового шторма за 15 минут выпало полтора метра осадков. Италия. В областях Пьемонт и Ломбардия продолжают бушевать лесные пожары. В Комуни-Конь в регионе Вале-Даоста сошел оползень. Бразилия. В штатах Пиауи, Эспириту-Санту, Пара, Минос-Жерайс и Сан-Паулу обрушились грозы со шквалистым ветром, что привело к затоплениям улиц и повреждениям зданий. Новая Калейдония. На острове Гранд-Стер пожары охватили 2000 гектаров леса. Кувейт. Зафиксирована песчаная буря. В течение дня на планете было зафиксировано 430 землетрясений, из них 125 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 7. 1 ноября. Россия. В Везняковском районе Владимирской области за несколько часов под землю ушла вся вода из озера Саканцы, глубиной 20 метров. В Эльбрусском районе Республики Кабардино-Балкария прошел сильный снегопад. Филиппины. В результате схода оползнов в городе Сан-Хуан провинции Батангас пострадали 5 человек. В США. В городе Принцвилл и Ханалей возникли паводки. В течение дня на планете было зафиксировано 423 землетрясения, из них 108 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,8. 2 ноября. Колумбия. В городе Богата прошел градовый шторм. Уругвай. В департаменте Сальто прошел смерч. Индия. В городе Чинаи в результате ливня подтопленной улицы выпало 120 миллиметров осадков. Кения. В восточных округах страны возникли паводки. Индонезия. В западной части острова Тимур от прошедшего смерча разрушены 132 дома. Пострадало свыше 110 человек. Перу. В провинциях Сан-Мартин и Пикота из-за ливня река Паназа вышла из берегов, что привело к наводнениям. Пострадали свыше 4400 человек. Разрушено более 425 зданий. В течение дня на планете было зафиксировано 385 землетрясений, из них 86 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. Ты гость. Оставь эту землю чуть более красивой. Чуть более человечной. Чуть более любящей. Чуть более душистой для тех неизвестных гостей, которые придут после тебя. Оше. 3 ноября. Бразилия. В штатах Рио-Гранди, Дусу и Баия гроза привела к наводнениям. Испания. В городе Кандис из-за проливных дождей подтоплены улицы. Литва. В прибрежных районах страны произошли наводнения. В течение дня на планете было зафиксировано 381 землетрясение, из них 52 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. В течение октября в Северной Калифорнии и в США пожары охватили площадь в 99 тысяч гектаров. Были разрушены 8,9 тысяч зданий. Ученые зафиксировали странное поведение морских обитателей. Так, 27 октября 2017 года жители Уэльса обнаружили на пляже Киригидиона десятки осьминогов, выбросившихся на сушу. А 1 ноября житель штата Новый Южный Уэльс в Австралии, прогуливаясь по пляжу Барлингс, увидел тысячи физалин, медуз, называемых португальскими корабликами. Что заставляет морских жителей покидать привычную водную среду? Ученые не могут дать однозначного ответа. Предполагается, что это происходит из-за изменения атмосферного давления и потепления воды. Климат меняется, и это сегодняшняя реальность, которую уже нельзя отрицать. За прошедшую неделю первый снег выпал в нескольких населенных пунктах. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 783 землетрясения в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Уайт-Айленд в Новой Зеландии, Лонг-Вэлли в США и Ак-Яр-Лар в Турции. Также произошло 37 землетрясений в 30 км от Фальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 2,2. Всего за неделю более 1 тысячи человек стали климатическими беженцами. Наблюдая за косяком гусей, летящих к югу, вам наверняка было интересно знать, почему стая летит клином. Специалисты-орнитологи, изучая птиц, смогли не только найти ответ на этот вопрос, но и многому научиться у птиц. Не верите в это? Тогда смотрите, что удалось выяснить в ходе исследований и чему научиться. Каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. Таким образом, вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, развиваемой каждой птицей в отдельности. Если люди, подобно птицам, согласовывают свои движения в одном направлении, ощущают локоть поддержки рядом идущего, они двигаются к намеченной цели намного быстрее и легче. Люди всегда могут положиться друг на друга. При полете, когда вожак косяка устает, он перемещается в самый конец косяка, а во главе стая встает другой гусь. Так и людям, выполнять тяжелую работу следует по очереди. Когда мы взаимозаменяем друг друга, создаем условия, при которых любую цель и любой труд гораздо легче реализовывать. Гуси в конце стаи кричат, поощряя впереди летящих не сбавлять скорость и подталкивают их лететь только вперед. Людям всегда следует помнить о важности поддержки и заботы друг о друге, и о том, как важны слова поощрения и помощь другим людям. Если один из гусей заболевает или получает ранение, он выпадает из стаи, а вместе с ним и два других гуся, которые следуют за ним, чтобы оказать ему поддержку и помощь. Они остаются до тех пор, пока гусь не поправится или пока он жив, а затем отправляются в путь с другой пролетающей стаей или летят сами. Нам, людям, следует хорошо усвоить этот урок, который учит тому, как важно поддерживать друг друга не только в самые трудные моменты, но и всегда, стремясь к объединению и созданию условий для построения созидательного общества. Если какой-то гусь выпадает из стаи и начинает лететь в одиночку, он сразу же ощущает всю тяжесть одиночного полета и сопротивление воздушных потоков. И гусь сразу же стремится вернуться назад, в стаю. Это также урок для людей о важности согласованных объединенных действий, о том, как важна и необходима взаимопомощь, взаимовыручка, взаимоподдержка и доверие. Нам всем есть чему поучиться у птиц. Уважаемые зрители, а какой из уроков птиц вам понравился больше всего? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А если вам известны и другие уроки, то поделитесь обязательно этим в комментариях под видео. Субтитры создавал DimaTorzok